В работе Михаила Николаевича они очень светлые, очень праздничные, нарядные. То есть чувствую, что человек жил, творил, любил жизни, любил те места, где он создавал свои произведения. Воистину немного найдется художников, воспевающих свой родной край на протяжении всей творческой жизни, родившись и упокоившись в нем. Михаил Ушанов начал путь художника в раннем детстве в деревне Заблудовка на Псковщине, под влиянием отца Николая Никитича, художественное образование которого прервала Великая Отечественная война. После плена и побега отец воевал с карандашом в руках, победу встретил при штабе в Берлине. Из военных блокнотов сохранилось лишь три рисунка. Всю страсть к творчеству, талант, нереализованную мечту Николай вкладывает в родившихся после войны детей. Особенно в первенца Мишу, который рисовал все, что видит вокруг, родную деревню. Говорил, наставником был, но терморты ставил, пейзажи, этюды, все подсказывал, теория. Он же очень свет чувствовал отец, светоощущение у него фантастическое. Словом впитав все знания отца, имея воспитанный глаз, тренированную руку, 10-летний Миша приезжает в Ленинградскую среднюю художественную школу Прироссийской академии художеств с этюдами, написанными маслом, изумив педагогов. Эти поражающие зрелости и этюды представлены на выставке. Те, кто учились с Михаилом в ЦХШ, помнят о его ранней индивидуальности. Миша продолжал свое внутреннее исследование своего мира. И это действительно видно по его работам. На всесоюзных региональных выставках он показывал жанровые картины, пейзажи, портреты, натюрморты, в которых преобладали охристые, жемчужные серые тона. Сюжеты неизменно посвящались родной русской деревне, за которую Михаил болел всей душой. В творческом и семейном союзе художников Екатерины и Михаила Ушановых создана студия в Одинцове. Одна из учениц Яна Плющева стала профессионалом. Ее авторству принадлежит дизайн альбома об учителе. Издал его сын Ушановых Дмитрий. В альбом вошли многие утраченные картины. Трудно представить, что все они написаны одним художником. Ушанов постоянно пребывал в поиске. Порой переписывал картину много раз, пока не находил безупречное цветовое звучание. Михаил совершил художнический подвиг. Если вы смотрите в ранние работы, он был очень скуп в цвете. А когда он уходил из жизни, он был уже раскрывшийся цветок живописи. Увидеть сохранившиеся картины Михаила Ушанова можно в Большевиземском историко-литературном музее Пушкина до 21 августа. Ольга Винтер, телекомпания Одинцова. Ольга Винтер, телекомпания Одинцова.